Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие братья и сестры, сегодня вместе с вами на библейском портале экзегет мы рассматриваем завершительную главу Евангелия от Марка, самую светлую и радостную главу, она свидетельствует о воскресении. А само воскресение, можно сказать, по-человечески совершилось достаточно просто, вот как рассвет солнца. Солнце просто восходит, и тьма просто исчезает. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его тело. Ведь погребение тела Спасителя совершалось очень поспешно. Я бы даже сказал так, что ученики Христова, они все были разрознены. То есть Петр вообще отказался, и потом ушел, раскаиваясь и плача в слезах. Другие ученики в страхе где-то сидели, но Иоанн Богослов, надо сказать, был при кресте. Жены Мироносцы стояли вот у креста вместе, но боялись подойти к Иосифу Аримофейскому, который со своими учениками и слугами погребает тело Христа. То есть ученики Христа еще разрознены, чуть погодя, они все объединятся в церковь. А вот жены Мироносцы, они знают, что не успели помазать тело Христа для погребения. И тут мы вспоминаем, что вот та вот женщина, которая помазала Спасителя миром, на самом деле Спаситель точно сказал уже, правдиво сказал, что она приготовила мое тело к погребению. И получается так, что ароматы, приобретенные женами Мироносцами, они остались невостребованными. Но зато произошло самое главное. И весьма рано, в первый день недели, первый день недели, в данном случае это воскресенье, весьма рано, фиксируем мы для себя, приходит ко гробу при восходе солнца. То есть солнце вот только-только начинает восходить. Это самые-самые ранние часы. И говорят между собой, кто отвалит нам камень от двери гроба. Вот я хочу зафиксировать на этом внимание. Вот они приходят, камень еще на гробе. Камень большой, они не могут его отвалить своими женскими руками. И они, не зная, что делать, друг с другом обсуждают, кто же нам поможет. И взглянув, видят, что камень отвален. А он был весьма велик. То есть тут же, надо сказать, что это ангелы совершили. Ангелы отвалили камень, но они, жены мироносицы, пропустили этот момент. И они видят, что камень уже отвален, хотя вот недавно он еще закрывал гробницу. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Первым им является ангел. Ангелы часто приставали в образе юноши. Он облечен в белую одежду, и он сияет светом, светом благодати Христовой. Поэтому их охватывает страх, и прежде всего ангел их успокаивает, чтобы у них не было страха, а уже после этого благовествует им о воскресении. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите на заренина распятого, он воскрес. Вот эти вот слова и стали основой нашего пасхального приветствия «Христос воскресе, воистину воскресе». Это ангельское приветствие. Вот когда мы произносим на светлой седмице такие слова, надо помнить, что прежде всего это ангел благовестовал. Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Он указывает на вот этот вот камень, на каменную плиту, где покоилось тело Спасителя. И те, кто посещали Иерусалим, они тоже могут это увидеть. Ангел продолжает. «Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». То есть возвестить ученикам о воскресении Христовом. При этом говорится ученикам и Петру, потому что Петр через вот свое такое предательство, ну, больше как бы малодушие, не целенаправленное предательство, Петр не собирался предавать Христа, а по малодушию отступил как бы в сторону и тем самым отпал, и поэтому он немножко отдельно здесь. А потом он тоже прощен Христом и тоже вместе со всеми. И вот говорит так, что Спаситель предварит в Галилее, то есть встретит заранее. При этом вот хочу отметить такую вещь, маленькую, важную, не только для Евангелия от Марка, но и для других Евангелий, где повествуется о явлении Христа апостола. Дело в том, что вот явление именно в Галилее, которое упоминается, что он предварит вас в Галилее, да, здесь имеется в виду малая Галилея. Не та Галилея, по которой ходили с проповедью у моря Тиверятского, а малая Галилея – это территория, небольшая территория на Елеонской горе. Для чего она существовала и почему называется малой Галилеей? Сейчас, кстати, эта территория сохранена. Это большой греческий монастырь, который так и называется – малая Галилея. Там располагались места для остановки Галилеян. Вот когда жители Галилея приходили к Иерусалиму на праздники, то их не везде принимали, к ним немножко так вот с презрением относились. И поэтому у Галилеян была своя территория на Елеонской горе, где гостиничные места. И вот именно там ученики Христовы и останавливались. Там они и прятались от иудеев после распятия Спасителя. Там он им и явился. Вот об этом говорит ангел жены мироносицам. А что они? «И, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись». Вот они настолько были ошеломлены увиденным, что поначалу даже боялись кому-то что-то сказать. Настолько это вот выходило просто за рамки их понимания, что тела Христова нет, камень отвален. Один ангел является и говорит, что Христос вообще воскрес. И что, и тут же говорится им, вот вы идите ученикам и скажите, а как, что они еще сообразить не могут. И сама весть о воскресении Христа их просто ошеломила. И дальше евангелист Марк уже описывает в целом о самом главном, что произошло. «Воскреснув, рано в первый день недели Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов». То есть, как именно воскрес Спаситель, это осталось в тайне. Никто этого не видел. Но уже рано в первый день недели, то есть воскресный день, Он является Марии Магдалине лично, Той самой Марии Магдалине, из которой когда-то изгнал семь бесов. Семь бесов, как противоположность вот с семи дарам Святого Духа. И Спаситель своим явлением наглядно утверждает Марию Магдалину, Что это Он Сам, живой, целый и невредимый. Он воскрес, и Он теперь в обновленном теле, Которое не знает ни смерти, ни тления. Она пошла и возвестила бывшим с Ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что Он жив, и она видела Его, не поверили. Это вот в жизни нашей постоянно, что пока человек не увидит своими глазами, Он не может поверить. К сожалению, мы все время ищем каких-то знамений, чудес. И с учениками Спасителя было то же самое. Вот Марии Магдалине Христос явился, но они слышат и не верят. «После сего явился в ином образе двум из них на дороге, Когда они шли в селение». Из Евангелия от Луки мы знаем, что это были Клеопа и Лука, и предполагается, что это сам был евангелист Лука. Итак, вот еще двоим является. «И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили». То есть этим тоже не поверили. «Наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, И упрекал их за неверие и жестокосердие, Что видевшим его воскресшего, не поверили». И вот Спаситель является уже одиннадцати ученикам. Почему одиннадцать? Потому что Иуда не захотел раскаяться, Не захотел вернуться и окончил жизнь плачевным образом. Но вот одиннадцать остались. Спаситель попрекает, что они не верили свидетелям его воскресения. И сам воскресший Христос вот перед учениками. И теперь они всецело тоже убеждены. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. То есть абсолютно всем народам, абсолютно всем национальностям, Людям любой культуры или всему тварному миру надо проповедовать Евангелие. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет, Потому что не примет Спасителя. Если ты не со Спасителем, то как ты спасешься? Причем недостаточно веровать, А надо еще принимать и таинство Церкви. Крещение – это первое таинство, это вступление в Церковь. Поэтому кто будет веровать и креститься, спасен будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамени. Спаситель это вот прямо говорит. Именем моим будут изгонять бесов. И надо сказать, что это действительно так. И на вот этих словах Христовых вообще зиждется молитва Иисусова. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Как пишут святые отцы, эта молитва вершит чудеса. И она спасает человека от страстей, А за каждой страстью прячется какой-то бес, искушающий человека. И посредством греховных страстей бесы порабощают людей. И вот молитва Иисусова, которая произносится в душе, она спасает от бесов, она изгоняет и отгоняет темную силу от душ человеческих. Ну и кроме этого существуют, существовали определенные чины изгнания бесов. И действительно, темная сила боится имени Христова. Следующее знамение. Будут говорить новыми языками. Этот дар особенно присутствовал в первой церкви, когда нужно было церковь распространять по всему миру. И первые ученики, они приходили к какому-то народу изучать язык некогда. И вот Духом Святым апостолы уже говорили на языках этих народов. Такой дар время от времени бывает. И сейчас, допустим, преподобный Паисий Святогорец, который отошел ко Господу в 1994 году, насколько я помню, 1993-1994, вот не так давно он покинул наш земной мир, он сам грек по национальности, а к нему приезжали люди с разных стран. Зачастую не было переводчика. И вот есть тоже свидетельство, когда какой-нибудь иностранец, допустим, француз, вот он обращается на своем французском языке к старцу Паисию, и тот ему отвечает, и француз его понимает. И недавно мне тоже рассказали случай, как одна наша паломническая группа приезжала в Грецию, в Метеоры, там женский греческий монастырь, и одна наша паломница, она вдруг встала на клирос и стала вместе с гречанками, вот этими певшими богослужением, тоже чисто и ясно петь литургию на греческом языке. После литургии ее спрашивают, ты что же, по-гречески знаешь? Она говорит, да нет, я никогда не изучала, а что вообще-то произошло такое? Оказывается, это было тоже особое действие благодати Божией, и она, когда пела, то она воспринимала просто вот как свой обычный, родной, ну, как бы мы сказали, русский или церковно-славянский язык. Дело в том, что когда мы говорим, мы не задумываемся об особенностях своего языка, мы просто говорим, излагая наши мысли. То есть наше слово, оно идет изнутри, как выражение нашей мысли, наших сердечных чувств, и вот духом святым, иногда вот таким вот некоторым, либо святым людям, либо просто вот дается как знамение особое, когда человек вдруг на ином языке начинает говорить, а он сам не задумывается, и он не становится знатоком другого языка, он не может преподавать этот язык в школах. Но этот язык был дан этому человеку для проповеди, для того, чтобы Господа прославить на другом языке и приобщить тех людей тоже ко Христу. «Будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им». И такие чудеса тоже благодатью Божией совершались неоднократно в истории. «Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Одно прикосновение святых людей исцеляло многих страждущих. «И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога». Спаситель не просто воскрес, а Он как человек возносится, то есть Он восходит к высотам небесной жизни, и садится одесную Бога Отца. Это о чем идет речь? О том, что человеческое естество во Христе вознесено вот к самым высотам обожжения, прославлено божественной славой, и тем самым каждому человеку тоже открывается путь для восхождения к высотам божественной жизни. «А они, то есть апостолы, пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь». Проповедь Христова имела огромную силу, так что и вот мы благодаря этой проповеди тоже причастны вере Христовой, которую постараемся хранить всем сердцем, «Спаси вас Господь, дорогие братья и сестры! Аминь». Продолжение следует...